Долг судом страшен. В республике основными должниками за электроэнергию являются предприятия ЖКХ, а не население. Вселенская уборка. В Дагестане анонсировали масштабный субботник, в который примут участие 100 тысяч человек. Вернулся с победой. Чемпиона Европы по вольной борьбе Даурена Круглиева встретили в Махачкалинском аэропорту. 6 человек погибли, 50 получили ранения в результате ДТП в Дагестане на прошлой неделе. Среди пострадавших 11 детей. Всего с 17 по 23 апреля зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий, сообщает ГИБДД. В мэрии Махачкалы пообещали навести порядок вокруг второго рынка. Неудовлетворительное состояние территории было отмечено на совещании у главы Дагестана Сергея Меликова. В первую очередь проверят, заключены ли договора на вывоз отходов с предпринимателями. Будет усилена работа по вывозу ТКО, по санитарной очистке территории и проведена работа с торговцами, цитирует главу города его пресс-служба. В Дагестане основными должниками за электроэнергию являются предприятия ЖКХ, а не население. Об этом сообщает Дагенерго. С начала года суды различных инстанций приняли в пользу филиала около тысячи решений на сумму более 200 миллионов рублей. Наиболее крупные суммы взысканы с организацией жилищно-коммунального хозяйства республики, среди которых Махачкала-Водоканал и Даг-Водоканал. Накануне глава республики Сергей Меликов поздравил муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди с мусульманским праздником Идульфитр Уразабэра. Встреча состоялась на территории Духовного центра имени пророка Исы, мир ему. Глава региона также поблагодарил духовного лидера Дагестана за проводимую просветительскую и воспитательную работу среди населения. Табасаранский народ выразил благодарность муфтию Дагестана за возможность на их землях посетить выставку реликвий пророка Мухаммада, мир ему. На встречу с духовным лидером приехала представительная делегация. Хамзанур Магомедов продолжит. Делегация из Табасаранского района посетила муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди. Представители власти, общественники и религиозные деятели поблагодарили духовного лидера за предоставленную возможность в последние дни Рамадана находиться реликвием пророка Мир ему в Южном Дагестане. Нас как руководителей района радовало отношение людей к религии. Человек, который действительно от чистого сердца уважает религию, ценит традиционный ислам, они уже сами по себе не могут навредить обществу. У меня такое мнение. Поэтому я очень надеюсь, что и в дальнейшем наш район приобретет благополучие. Религии пророка Мир ему, его семьи из подвижников и праведных предков находили в селе Хочне с 17 по 20 апреля. Выставку постили десятки тысяч людей, как с Табасаранского района, так и из других районов и городов республики. Много молодых ребят, которые решили молиться, оно повлияло очень. Народ очень доволен, выражает большое спасибо. Это заслуга и главы, что он преподносит. У нас большие сдвиги, хорошую сторону. Мы очень рады мертвятым, очень рады. Спасибо ему. Да, Аллах, ему здоровья. Сегодня то, что с нами он вел беседу, очень многое ценное нам сказал, советы, хорошие советы. Но с этих советов надо правильный вывод делать. Огромное Баркала спасибо, хочу сказать ему, что нашел он время и принял нас. И дал Табасаранскому населению такую возможность сделать зероят и встретить нашего пророка всеми. И весь народ, который проживает в Табасаранском районе, довольный. Баркала спасибо, говорит. Дай Бог ему здоровья. Здоровье нашей главе, что такую возможность представили. И работникам Муфтията им здоровья. Очень активно были они сами. Подсказывали, говорили. За это тоже спасибо им. Во время беседы Муфти Дагестана со своей стороны поблагодарил жителей Табасаранского района за уважение и любовь, которую они проявили к тем вещам, которые принадлежали пророку Мухаммаду, мир ему и его сподвижникам. Духовный лидер выразил уверенность, что благодать реликвии распространится на весь район. Это некоторые, даже не только религиозные деятели, главы администрации, вот такие светские люди тоже говорят. Мы даже замечаем какое-то улучшение, чувствуется. Ну, конечно, об этом я тоже не сомневаюсь. Это я не сомневаюсь. В целом, если смотреть, некоторые люди, которые раньше были в Дагестане и в течение 10-20 лет здесь не были, они говорят, может, вы здесь живете, вы не замечаете? Мы, говорят, замечаем, дагестанцы, у них характер, нравы улучшаются. Так говорят вот люди, которые редко сюда приезжают. Это, конечно, приятно, это когда про дагестанцев говорят. Если сказать, это чисто заслуга представителей духовенства, неправда. Если сказать, это чисто аксакалу, если их не было, тоже частично, правда, но не полностью. Чисто от чиновников зависит? Нет. От всех зависит. Все вместе. Хорошее, значит, заслуга всех. Плохое, то же самое, значит, мы где-то упустили, где-то должное внимание не обратили. За это и плохими наши дети стали. Раньше чиновники в таких мероприятиях не участвовали, не присутствовали. Сейчас, видите, они на передовой тоже. Слава богу, так и есть. Это время меняется. Ахамду лиллах. Муфтий Дагестана в беседе с гостями из южного региона затронул ряд важных социальных вопросов. Один из них – о недопустимости разделения народов в республике. Я слышал, разлуга Амзатову говорит, сказал, я за границей, я россиянин, в России я дагестанец, в Дагестане я аварийц. Вот так, если в целом взять, когда про дагестанцев говорят, даже про спортсменов говорят, про ученых говорят, например, докторов наук, про профессоров говорят, про хороших людей говорят. Нам же все-таки приятно, и мы же не говорим, он не табасаранец, он не аварец, поэтому мне это неинтересно, что мы не говорим. Когда, например, какая-то беда, никто же не спрашивает, это беда у кого там. У аварца, да, тогда не нужно, никто же не говорит. В 99-м году никто ни у кого нацию не спрашивал. В 41-м году, когда война началась, тогда тоже не спрашивали. В ходе встречи духовный лидер региона еще раз подчеркну о важности объединения дагестанцев для дальнейшего развития и улучшения общества. Хамзуна Магомедов, Ислам Халик, Кавдаут Гасанов, Телеканава, Нанте, Махачкала. Общереспубликанский субботник пройдет 29 апреля в Дагестане. Проведение мероприятия обсудили в ходе заседания Оперштаба по устойчивому развитию экономики республики под руководством Сергея Меликова. По словам главы Дагестана, участвовать в субботнике должно все население, не исключая депутатов и представителей органов исполнительной власти. Всего, предположительно, в массовой уборке территории будет задействовано более 100 тысяч человек. Только в Махачкале для проведения работ определено 49 локаций. И о спорте. Чемпион Европы по вольной борьбе Даурен Куруглиев вернулся на родину. Триумфатор соревнований в Загребе и его наставника, заслуженного тренера России Гайдара Гайдарова, встретили родственники, близкие и друзья. Куруглиев стал единственным воспитанником дагестанской школы борьбы, кому удалось выиграть золото в столице Хорватии. Там муроженец Дербента выступал в составе сборной Греции. Победа на чемпионате Европы стала для 30-летнего борца второй в карьере. Я был голоден, что не было именно международных стартов, именно Европа, мир. Вот этого мне не хватало. Огромное желание было побороться. Дальше будем готовиться на чемпионат мира, лицензионный чемпионат мира будет в Сербии. Основная цель туда взять лицензию, выиграть, попасть на Олимпийские игры. И ночью он даже готовил борцовки, трико раскладывал, даже спать не хотел. Ждал утра, чтобы выйти побороться. Как никогда был заряжен. Волноваться было вообще не за что. По ходу схваток тоже. Даже в финальной схватке, когда счет был 3-1, казалось бы, скользкий. Но видно было, что контролирует дистанцию и контролирует соперник. А дагестанка Айзанат Муртазаева выиграла чемпионат России по фехтованию. 21-летняя уроженка Хунзакского района завоевала золотую медаль на соревнованиях во Владикавказе. В решающем поединке она одолела призера Олимпийских игр и двукратную чемпионку мира Виолетту Колобову со счетом 15-7. Титул лучшей шпажистки страны Муртазаева подтверждает уже второй год подряд. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!